Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайный Гаджет. Меня зовут Сергей и у меня сегодня на распаковке интересный, наверное, гаджет. Сейчас посмотрим. Часы. Это смарт-часы от китайской компании номер 1. Скажу сразу, что эту посылку мне прислала сама компания номер 1. Наконец-то. Почти добрался. Давай. Последний рывок. И вот они. Да, наконец-то. Фирма ДТ номер 1. Ну, странное название фирмы, конечно, всегда вызывало вопросы, но окей. Так, что здесь у нас? USB кабель на магнитиках и инструкция. Ремешок, кстати, резиновый полностью и вот с такой вот прошитой ниткой. Ну, выглядит прикольно, симпатично. Выглядит сдалека. Может показаться, что это какая-то типа кожа или полиэстер, но это просто резина, прошитая нитками. Вроде как достаточно аккуратно прошита. Вот так выглядит здесь пульсометр находится. Здесь у нас контакты для зарядки. Сами часы на руке выглядят прикольно, стильно. Они не тяжелые. Где-то порядка 50 граммов они всего лишь весят. Экранчик здесь, ну, не круглый, можно сказать. Да, такой квадратный экран, но он как бы некоторые края обрезаны. То есть, как-то он неравномерно расположен под стеклом, но все-таки создается такой эффект круглого дисплея. 240 на 240 пикселей разрешение этого дисплея, а диагональ 1,54 дюйма. Внутри расположена батарейка на 230 мАч, батарейка несъемная. И, кстати, эти смарт-часы DT28 в среднем от батарейки, от одного заряда работают примерно в среднем одну неделю. И это очень даже неплохо. Ну, а сама зарядка от 0 до 100% занимает порядка двух часов. Также часы имеют степень защиты IP68, это значит, что как бы чисто теоретически с ними можно нырять. Но лучше этого, конечно же, не делать. Ну, а если нужно сходить в душ, то и там помыть руки, почистить зубы, это все вот эти вот водные процедуры, то, в принципе, снимать эти часы не нужно. Они это все выдерживают на ура. В продаже есть эти смарт-часы с серебряным ободком, как у меня, и также еще есть полностью черные, как ремешок, так и этот вот ободок черный. Эти ремешки, кстати, очень легко менять. Если вам надоел или порвался, или еще что-то, вы сможете вот, есть такие вот заглушечки, здесь тоже потащить за нее, и ремешок снялся. Верхняя кнопка отвечает за функцию на шаг назад, ну, а если ее нажать на рабочем столе, она тушит экран. И еще одна кнопка, вот эта вот кнопка нижняя. Она, в принципе, то же самое делает, только она из любого пункта меню возвращает вас сразу же на рабочий стол, и ней нельзя потушить экран, только вот верхний. Ну, а теперь давайте пробежимся по интересным функциям. Да, во-первых, сенсор. Сенсор здесь очень крутой, чувствительный, никогда ничего не глючит, не подвисает. Не нужно давить на экран, все очень легкими, такими плавными движениями происходит. Чтобы вернуться назад, можно не обязательно эту кнопку нажимать, можно просто сделать свайп вправо, и вы попадаете на рабочий стол. Если потянуть вверх, здесь у вас будет такая небольшая информация, это батарейка, это состояние блютуза, это яркость дисплея, и все здесь можно это настроить. На первом рабочем столе у нас, наверное, самая такая популярная штука, это шагомер, это контроль сна, это спортивные режимы, где вы можете выбирать ходьба, бег, плавание, велоспорт и тому подобное. Это, я думаю, все уже знают, оно потом просто передается на программку через блютуз на телефон, и уже более точно подсчитываются шаги и калории. Следующий рабочий стол у нас, это вот такой вот. Это больше со здоровьем связано, ЭКГ, часто сердцебиение, кровяное давление, кислород. Ну, самое интересное, это ЭКГ, нужно прижать пальцем к экрану, и начинается подсчет, так сказать, ваша кардиограмма, можно так это назвать. И нужно держать, и оно постоянно меряет, 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 и в скором времени что-то показывает, вот 80 ударов в минуту, и потом уже на телефоне оно составляет такой график, ну, по типу такой кардиограммы, которую вы делаете в поликлинике, в больнице. Тоже прикольная штука, но ясное дело, что она далека вообще от точности, потому что, ну, пальцем через экран смарт-часов за 20 долларов, но я не думаю, что это все будет правдиво. Далее это просто сердцебиение, ваш пульс, он тоже считывается через датчики. Что у нас здесь есть еще? Кровяное давление. Тоже прикольная штука, как бы, казалось бы, да, но, опять-таки, она показывает далеко не точный результат. Увы, но этим вы давление себе реально не померяете. Так что, ну, штука такая, да, поиграться прикольно, но не более. 5133 на 72. Также здесь очень удобная есть штука управления музыкой. Да, сейчас телефон, опять-таки, не подключен к Bluetooth, потому что я на этот телефон снимаю это видео. Найти телефон тоже давно, я думаю, известная функция. Она есть во всех смарт-часах. Нажав эту кнопочку, если, конечно же, опять-таки, подключен Bluetooth к этому телефону, и телефон недалеко от часов находится, то телефон начнет издавать такие громкие звуки, вибрировать, и вы его найдете. Следующее рабочее окно, это у нас здесь есть сидячий режим. Понятно, если вы его включаете, то часы вам оповещают о том, что вы очень долго сидите, вам нужно подвигаться. Иконка перевернуть. Она у меня сейчас включена, и что она значит, я думаю, вы все тоже догадались, мы выключаем часы, когда вы идете вот так вот, часы не горят. И когда вы хотите посмотреть, сколько времени, вы просто делаете вот такое вот характерное движение, и часы загораются, включается экран, вы смотрите, сколько времени, сколько вы шагов делали и тому подобное. И в иконке инструменты у нас есть иконочка нам ненужная в наших странах Alipay. Вы можете этими часами расплатиться где-то в магазине, в любом, наверное, магазине в Китае. Это все работает. Вот есть QR-код вашего Alipay, а вы Alipay подвязываете к часам и расплачиваетесь таким образом в любой сфере торговли. Можете там замороженное, можете, наверное, даже телефон купить при помощи вот этого вот QR-кода. Потому что в Китае, как известно, NFC не особо распространена. У них все через QR-код, через Alipay. Давно эта уже функция работает, и работает отлично, им другого не нужно. Ну и также на рабочем столе можно выбрать стилистику вот этого циферблата. Нужно зажать экранчик, и здесь у нас на выбор будет 4 стиля циферблата. Кстати, обновление уже одно прилетало на эти часы. Их можно обновлять при помощи, опять-таки, программы. Стандартной программы для всех, в принципе, смарт-часов китайских. Эта программка одна, и сейчас я вам ее покажу. А вот и сама программка, которая устанавливается и на Android, и на iOS под названием Fundo. Вот так она выглядит. В принципе, я думаю, кто хоть раз сталкивался со смарт-часами китайских производителей, они знают, что это за программка. Сейчас она стала более-менее стабильно работать, потому что раньше она работала вообще ужасно. Ну и сейчас, в принципе, нет смысла ею обычно часто пользоваться. Разве что в каких-то очень редких случаях сюда можно зайти, посмотреть отчет, если вы очень хотите узнать, какая у вас была кардиограмма там на протяжении какого-то дня и тому подобное. А так, в принципе, через эту программку особо ничего вы такого интересного, вернее, даже нужного вы не сделаете. Итак, мы видим, что здесь у нас смарт-часы соединены с этим телефоном по Bluetooth. Да, прежде всего, когда вы загрузите эту программку, вам предложат связать эти часы по Bluetooth с телефоном, вы установите свою дату рождения, свой возраст, рост, вес, чтобы программа более точно смогла понимать, насколько хорошо вы теряете калорий и сколько вам нужно шагов проходить в день, чтобы поддерживать ваше здоровье. Ну, а теперь давайте посмотрим на те функции, которые работали только с телефоном. Вот, например, посмотрим функцию камера. Я включаю камеру, и здесь автоматически открывается камера. Наводим. Хотя фокусировки все равно нету автоматической почему-то в этой функции. Только нужно пальцами, это не особо удобно, но окей. Я навожу на крышку и нажимаю кнопку. Вот такой вот странный был звук. И фотографии уже сделаны. Можно, конечно же, сделать селфи. Да, и опять такой будет неприятный звук. Кстати, при первой включении этих часов здесь установлен будет английский язык. Но когда вы первый раз подключитесь по блютузу к телефону, на котором установлен русский язык, то смарт-часы автоматически все перейдут на русский язык. И это тоже очень удобно. Самый огромный плюс для меня в этих смарт-часах DT28, это то, что они никогда у меня не отваливались от блютуза, от телефона. И это реально очень большой плюс, потому что сколько я уже этих смарт-часов дешевых перетестировал, у всех была одна и та же проблема. Просто отваливался блютуз, нужно было обратно заходить через телефон, включать эту программку, подсоединять часы, и они обратно были соединены. Здесь же они соединяются автоматически, когда они находятся далеко от телефона. Они, понятно, что отсоединяются. Когда они приближаются к телефону на нужное расстояние, они автоматически подсоединяются, и ничего нигде не нужно нажимать. Это очень большой плюс. Поверьте мне, это реально очень важно. Ну а так, в принципе, это ничем не примечательные часы, смарт-часы, таких, наверное, сейчас миллион делается, и каждую минуту в Китае. Но что приятно? Приятно эта цена, приятно этот дизайн, в принципе, неплохой. Да, ничем не примечателен, чем-то на Samsung Gear похоже. Да, и, конечно же, самая важная функция, которую я вам забыл рассказать, это уведомления. Они, конечно же, сюда приходят, если свайпнуть вот так. Здесь есть список всех уведомлений, SMS к Instagram и тому подобное. И также, когда у вас телефон звонит, то здесь высвечивается и вибрирует, кто звонит, и можно не подходить к телефону, и, если вам не нужно, не брать трубку. Из-за специфики экрана здесь не очень через камеру, вы видите, передается яркость, насыщенность дисплея, но, в принципе, дисплей здесь хорошо читаем, на солнце его можно нормально видеть, а вот через камеру почему-то все затемняется. Это, видимо, из-за того, что здесь тифти дисплей стоит, и вот такая вот его специфика, к сожалению. Но я надеюсь, вы что-нибудь увидели в этом обзоре. Всем спасибо за внимание. Это даже был не обзор, это был такой первый взгляд, потому что особо обзора делать не вижу смысла найти часы. Это был первый взгляд смарт-часов DT28 от компании номер 1. Вроде бы так она называется, правильно? С вами был Сергей. Еще раз всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok